В мире дом-подводная лодка. Пятиэтажка на Героев Североморцев 27. Каждую весну буквально уходит под воду. Топит ее и снизу, и сверху. Недавно здесь обвалился лестничный пролет. Жильцы боятся, что однажды фундамент здания размоет окончательно. Тем более, что с ремонтом коммунальные службы сюда не заглядывали с момента постройки дома. Страха нет. Надпись, оставленная кем-то на стене подъезда в Доме 27 по улице Героев Североморцев, как будто пытается убедить. Бывает и хуже. Безуспешно. Среди жильцов царит легкая паника. Недавно в здании провалился целый лестничный пролет. Тяжелые бетонные плиты рухнули в подвал. Их заменили на деревянный трап и временно ремонтные работы остановили. В районе 10 без 15 вечера такой грох отраздался. Я думала, у меня стена где-то упала. Посмотрела, вроде все на месте. Вышла в подъезд, а ступенек нет. И вот бежит сосед, муж. Просто успел случайно заскочить на площадку подъезда. И посыпались ступеньки. Жильцы полагают, ЧП произошло из-за того, что основание ступенек подмыло водой. Озера в подвале дома явление круглогодичное. А по весне дом фактически отправляется в свободное плавание. Под основанием здания зияют ямы. Входы в два подъезда находятся гораздо ниже уровня дороги. То есть вот эта вся лавина, она к нам в подвал. В подвале все зимой и летом вот так воды до колена. И комары, комаров спасения нет ни зимой, ни летом, никогда. Вонища все. Единственный рубеж обороны от талых вод – редуты из мешков с песком. Но спасают они не сильно. По дому уже идут трещины. На пятом этаже видны залепленные шпатлевкой дыры в стенах. Прорехи жильцы заделывают сами. В 64-го года в здании ни разу не было даже косметического ремонта. Мы уже вот ходим, старики, прямо с ромота. Вот мне 79 лет, а у подъездах грязь. Вот ничего, стенки не крашены, потолки не беленые. Это как жить можно, скажите, в это время? Вот при соцколасте разе было бы такое, вот как сейчас, вот такое вот безобразие, а? Да не было такого бы. А сейчас вот мы живем как, не знаю, вот в нищете какой-то. Вроде Россия хорошо, вот все говорят, богатая, богатая. Ну где она богатая, если вот такое творится? В соседнем подъезде ситуация не лучше. Здесь тоже вечно парит закрытый на веревку подвал. По облупленным стенам пятнами ползет черная, совсем неблагородная плесень. Из ступенек торчит оголенная арматура. У нас тоже ничего хорошего. И если они будут делать лаптями, один подъезд делают, второй оставляют. Тут весь дом надо ремонтировать и всю дорогу эту приводить в порядок. Здесь нужны отливы там сверху, начиная, чтобы вода стекая не попадала в подъезды. Если уже сделали неправильно, подъезд опускается ниже уровня асфальта. Так хотя бы что-то нужно предусмотреть, чтобы можно было жить в этом доме. Дом рушится. В этом году дом зацвел. Я не знаю, как ваш подъезд, наш подъезд зацвел черным цветом. Ко всем бедам в доме протекает крыша. Вода размывает потолки подъезда и вдоль балок уже давно змеятся внушительные трещины. Сколько еще выдержат перекрытие, жильцы сказать затрудняются. Тем не менее, на очереди на капремонт дом не стоит. А навести красоту обещают лишь через два года. Однако, простоит ли до этого срока дом, живущие здесь люди сомневаются. Мы постоянно им пишем заявление, они нам дают одни отписки, одни ответы. И ответы все сводятся к тому, что мы все сделали, у вас все хорошо.